Главный праздник страны. Он символизирует единство, сплоченность и стремление приднестровцев развивать молодое государство, образованное 33 года назад. По традиции, утро 2 сентября начинается с памятной акции. Бендерчане возлагают цветы, павшим за свободу и независимость республики. Благодарят тех, кто продолжает строить и созидать. У Стеллы воинской славы прошел торжественный митинг. Бендеры, город воинской славы, заслужил это право в борьбе за свое будущее. У Стеллы с одноименным названием митинг Приднестровью 33. Бендерчане вспоминают историю, отдают дань памяти павшим благодаря тех, кто отстоял мир на этой земле. 33 года назад, когда в том числе соседние государства начали отказываться от своей истории, от своего языка, придавать забвению подвиги наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, когда в Молдове язык, имеющий многоковую историю, назвали румынским. Многонациональный народ Приднестровья сделал свой выбор на независимость, на сохранение и приумножение своей истории, культуры и языка. В 92-м году Приднестровский народ вышел на защиту своего выбора. Выбора жить и работать под мирным небом, разговаривать на родном языке. Несмотря на трудности различного характера, республика живет и развивается. Согласно стратегии развития нашего государства, мы строим и ремонтируем объекты инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилого фонда, прокладываем сети коммуникаций, обновляем дорожное полотно, озеленяем улицы, осваиваем новые технологии, воспитываем, обучаем и растим детей. Будущее поколение Приднестровского народа. Все достижения, результат общего созидательного труда и любви к родине, церемония награждения, рабочие и служащие, депутаты, общественники, высокие награды вручили сегодня бендерчанам, которые внесли свой вклад в развитие Бендер и родного Приднестровья. Бендерчане-преднестровцы знают и помнят цену мира на Приднестровской земле. В День республики возлагают цветы к памятным местам. Минута молчания в память о тех, кто ушел в бессмертие. Вечная память защитникам Родины. Никто не забыт и ничто не забыто. Митинг закончился, но бендерчане не спешат расходиться. Слишком значимый и волнительный день. Говорят о том, что чувствуют сегодня. А все сделано было правильно. Пусть было трудно. С опасностью, с реальной опасностью для жизни. Депутатам. Но правильно, все равно правильно. Другого не должно было быть, потому что другое – это была бы трагедия на все времена. Можно сказать, двойное чувство. Одно – скорби, а второе – все-таки радости о том, что республика состоялась. И не даром были те жертвы 92-го года. Преемственность поколений и уважение к подвигу наших предков – то, что помогло отстоять родной город и республику. Анатолий и Андрей Мильник – отец и сын – вспоминают о том, как это было горячим летом 92-го. Желают мира и процветания родному Приднестровью. Мы 33 года прожили недаром. У нас трудно и сейчас, и было трудно. И трудовой орден трудовой, и медали. И, как говорится, я защищал, с сыном вместе защищали Приднестровскую и Молдавскую республику в 92-м году. Мы ездили в Гагаузию с отцом. Наш цех РМО БШО ремонтный. Одни мужчины, 70 человек. Начальник цеха Вася Витт, он возглавил РОСМ, рабочий отряд садейственной милиции. И многие ребята пошли вместе с ним в этот отряд. Мы были в Гагаузии, когда защищали их. После этого, как только случилась бендерская трагедия, нападение варварское кишиневских властей, стали на защиту в составе арт-расчета в казачестве. Помнить подвиг защитников, жить и трудиться ради мира. То, что желали бендерчане республике сегодня.